Число укушенных клещами россиян за последнюю неделю увеличилось вдвое. В Омске за помощью к медикам обратились уже около ста человек, но еще больше тех, кто предпочитает к специалистам не ходить, а зря. Ведь вполне возможно, что клещ, которого вы самостоятельно извлекли, инфицирован энцефалитом или бролиозом. И проверить это нужно в первые дни. Мой коллега Данила Выжевский узнал, во сколько обойдется исследование, проверил, насколько качественно дезинфицируют городские парки и скверы, выяснил, куда даже в городе лучше не ходить, чтобы не подцепить опасное членистоногое. В это утро Лидия Трубина вместо работы спешит в Омске НИИ природно-очаговых инфекций. В пластиковом контейнере у Амички клещ. Был родительский день, я поехала на кладбище, а когда вернулась, обнаружила на себе клеща. Обратилась в травмпункт, там его с меня сняли и порекомендовали обратиться сюда для исследования клеща. Потому что это опасно, он может быть заразным. Там много всяких болезней, которые потом могут иметь нехорошие последствия. Чтобы проверить клеща сразу на 5 инфекций, нужно заплатить 900 рублей. И столько же стоит анализ крови, если членистоногая вы с собой не принесли. Клещей сначала дробят в специальном аппарате, гомогенизаторе. Минимум 10 минут. Хитиновый покров очень крепкий. Вот этого клеща даже еще не повредило. Потом в смесь добавляются реагенты. Индикаторы показывают, какие инфекции переносила членистоногая. Анализ занимает сутки. Принести можно и мертвого клеща, главное – не засушенного. Вытащить его могут в травмпункте. А если его нет рядом, можно извлечь опасного паразита самому. И нужно сделать это как можно быстрее, пока инфекция не попала в кровь. Для этого нужно взять сухую ткань или платок, плотно его захватить и раскачивающими движениями, вращательными движениями, чтобы хоботок извлечь из кожи, нужно его аккуратненько вытащить. Большинство парков и скверов в Омске сейчас уже обработано. Травят клещей раствором, который распыляют специальным аппаратом. Вот таким бензиновым генератором производится обработка территории от клеща. В этот бак заправляется вода и смешивается со специальным порошком альфатрином. В этот бак заправляется бензин. Затем мы прибор заводим. Надеваем его на себя и можно обрабатывать. Раствор держится на траве, кустах и отпугивает насекомых в течение 45 дней. Затем территорию нужно обрабатывать вновь. Дезинсекцию обычно проводят каждый месяц с мая по октябрь. А МИЧИ просят обращать внимание на информационные таблички. Первые три дня после обработки на такой газон лучше не заходить. Нежелательно три дня находиться на этой территории обработанной. Средство защиты должно быть, это во-первых, это же яд. Мы же обрабатываем территорию. А насколько могут быть вредны последствия, если надышаться этим? Ну бывали и такие случаи, что люди с температурой 40 попадали в больницу. Если за парки отвечает муниципалитет, то во дворе многоэтажного дома или, например, рощи около него, сами жильцы. В Омске около 50 организаций, которые готовы провести дезинсекцию. За обработку гектара территории придется заплатить от 7 до 10 тысяч рублей. Но полагаться только на химический раствор не стоит. Лучше сделать прививку. Детям ее ставят бесплатно в каждой поликлинике. А взрослым придется заплатить около 1000 рублей. Ты смелый у нас сегодня, да? Молодец какой-то. Совсем не больно. Прививку нужно делать осенью. Впрочем, можно защитить себя и сейчас, по ускоренной схеме. Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в две недели. Эндемичный район можно посещать через две недели после второй прививки. Затем проводится через год третья вакцинация. И затем каждые три года проводится ревакцинация. Но даже тем, кто привит, не стоит забывать о профилактике. Отправляясь на природу, надевать плотную одежду и пользоваться специальными спреями. Ведь лучшая защита от инфекции – не дать клещу укусить вас. Данила Выжевский, Александр Рябуха и Сергей Степанишин. ОМС здесь.